итак перфоратор makita hr 2470 легенда всех перфораторов сколько было сказано мой отзыв спустя 9 лет пользования данным аппаратом значит переходим сразу к делу первое из отрицательных что не понравилось это то что аппарат достаточно тяжелый у него вес 2 и 6 некоторые пишут 2 и 9 килограмма то есть работает с одной рукой достаточно тяжело всегда используешь две руки потому что выдерживать достаточно силу нагрузку достаточно долго очень тяжело наверное за 9 лет вот это самый такой большой плюс минус точнее этом это вес теперь что касается плюсов плюсов у него намного больше первую очередь конечно же наличие трех режимов режим сверления режим сверления и долбление или так его еще называют как вот доводал да и режим просто как hammer есть еще четвертый режим режима в котором вы меняете направление можно выставить 4 40 40 режимов для долота если вы используете вот такую долоту и соответственно вы можете менять угол наклона до 40 режимов это очень удобно следующий большой плюс перфоратора это его мощность данном случае у него есть два показателя первый показатель мощность двигателя 720 ватт но второй самый важный показатель это энергия удара вот кстати мы здесь видим 720 ватт 780 ватт моей модели не в некоторых 720 указывали что касается энергии удара то здесь 2,7 джоуля в принципе это самый главный показатель в этом и отличие перфоратора дрели перфоратор позволяет использовать силу удара поэтому для нее для этой макеты и чар 2470 силы удара хватает более чем тем более что это модель относится к полупрофессиональному классу более больше для бытового хотя мелкие работы по дому либо если вы электрик сантехник очень классно дальше что касается следующего плюса это кабель кабель реально очень длинный очень хорошо сделан плотный не сгибается не ломается у меня версия для европейского рынка больше для страны снг кабель имеет длину 4 метра этой длины на самом деле хватает практически без удлинителя поэтому можно смело брать просто перфоратор без удлинителя следующий плюс это наверно кейс он идет стандартном кейсе вот такой кейс кейс идет макитовский кстати кейс один из самых лучших есть даже отверстие для установки замка от вандализма сам кейс непосредственно имеет выемку для перфоратора сверла сверла здесь собирается кабель это самый тоже один из самых больших плюсов чтоб при логистике транспортировки электрического инструмента очень удобно когда из кейс значит 9 лет назад был выбор между этой моделью 2470 и вариантом между 2450 на тот момент это было две популярные модели 70 модель была доработка 50 50 была вообще легенды всех легенд поэтому был выбор именно брать семидесятую знаете что включает набор тогда 9 лет назад набор включал себя кейс который был показан вот такую рукоятку кстати рукоятку можно перри перри перекидывать на правую либо на левую руку тоже очень удобно был еще такой удлинитель позволяющий точно замерять глубину сверления либо долбление смотря в каком режиме вы работаете он соответственно устанавливается здесь и вы замеряете ту длину которая вам нужно и все на практике что было докуплено были докуплены сверла шестерки восьмерки десятки 12 самые ходовые по бетону именно долотал который был указан и было еще докуплено длинное сверло это восьмерка для сквозных сверлений в межкомнатных помещениях межкомнатные стены очень легко здесь кажется 180 миллиметров длина либо 200 уже целого я точно не помню но одну такую очень классно иметь хорошая штука теперь что касается еще преимуществ это прорезиненной ручки то есть ничто не скользит ничто не выпадает хват как рукой ведущий так и ведомая очень удобно и второй плюс наверное который я не сказал это кнопка реверс можно включить режим обратного хода двигателя очень удобно если такой часть частенько бывает когда сверла заклинивает вы просто переключаете и в обратном режиме ну и система вентиляции в принципе немаловажно сама система вентиляции очень классно продувает все частицы мусора которые то есть коллектор двигатель ничего не не пачкается ничего не заходит мусор очень удобно поэтому спустя 9 лет я могу сказать что это супер пупер аппарат рекомендую брать последние по цене на сегодня вот сейчас вы видите на экране можно купить в районе 7900 рублей в москве потому что я брал в москве примерно 263 белорусских рубля либо 2900 гривен в принципе цена шикарная с учетом того что аппарат является легендой всех легенд единственное что надо купить сверла в остальном никаких вопросов нет смело надо брать кейс включен шнур просто идеальный кабель то есть четыре метра это как за глаза ну и сама система sds принципе я тоже забыл о ней сказать быстрый съем и зажим сверл это очень удобно если вы работаете например у меня был опыт 24 миллиметра сверло то есть мы заходили в бетон то есть потихонечку но он берет несмотря на большой диаметр 24 миллиметра но данный аппарат среднего класса макита просто на ура справляется поэтому если брать макиту то да лучше брать успехов